2012 объявлен годом российской истории. Соответствующий указ 9 января подписал Дмитрий Медведев. Правительство поручено разработать и утвердить план проведения основных мероприятий. Цель проекта, как сказано в указе, привлечь внимание общества к истории страны и роли России в мире. С подробностями Александр Егорцев. Подписанный президентом 9 января указ о проведении года российской истории вызвал недоумение и споры. Одни заподозрили Кремль в пиар-акции, другие вообще ничего не поняли. Мы помним, что был памятник даже поставлен в 1862 году в Новгороде, тысячелетие России. Вот этот парадокс, многие понимают, что мы что-то должны отмечать, но непонятно что. Модернизация, инновации, тренды и нанотехнологии. Вслед за Дмитрием Медведевым эти слова словно мантру научились повторять почти все губернаторы, управленцы и госчиновники. И вдруг неожиданное обращение президента к отечественной истории. Президент объявил этот год годом российской истории. И правильно сделал. Мы отмечаем не африканскую историю, а свою собственную отечественную. Это очень важно. 862 год. А что произошло в этом году? А в этом году, 1150 лет назад, согласно повести временных лет Нестора Летописца, произошло так называемое призвание варягов. Измученные междоусобицей славяна финно-угорские племена призвали в Новгород, который был тогда столицей, варяжского князя Рюрика. С этого момента, по традиции, ведется начало российской государственности. В 862 год у нас уже были города, культура и своя история. Мы не сможем построить государство, если мы не будем думать об истории государственности. Тогда весь бизнес превратится в простое разграбление того, что некоторые люди называют «эта страна». Вот они говорят «эта страна, мы здесь зарабатываем деньги, это наш ресурс». Не создание идеологии, а просто внутреннее ощущение того, что ты являешься частью чего-то очень более важного, значительного. Вот, например, американцы это хорошо понимают. Вы посмотрите на американцев, у них история вообще с гулькин нос. Какая история? Вот я недавно, три дня назад возвращался из Ярославля. Тысячу лет городу, тысячу лет. А американцам максимум 300, да? А там городу тысячу лет. Но как американцы знают свою историю? Как они ей гордятся? Там-то и событий раз-два и обчелся. Эксперт президентской комиссии по противодействию фальсификации истории, генерал-лейтенант запаса Леонид Решетников, сам историк по образованию, напоминает, что в этом году нас ждет сразу несколько важнейших исторических юбилеев. 1150 лет российской государственности. Важнейший указ. Нас ждут в этом году юбилей 1812 года войны с Наполеоном. Так? В этом году, 1612 год окончания Смуты. В этом году, и надо отдать должное премьер-министру Путину, 150 лет выдающемуся государственному деятелю России Столыпину. Мы все живем в контексте истории великой страны. И нам есть чем гордиться. Древнейшие храмы, монастыри и крепости – это не просто памятники архитектуры, охраняемые государством. Это таинственные отголоски прошлого. Они связаны с великими полководцами, князьями и святыми. Для меня Москва начинается с московского Кремля. Очень многие люди говорят, что они там бывали очень давно или ни разу не бывали. А я вот говорю всем, кто живет в Москве, бросьте все и немедленно сходите в московский Кремль. Потому что соборная площадь, Архангельский собор, где захоронены все наши князья, великие князья и цари, где, к сожалению, в пределе, вернее, в подклете, в полуподвале до сих пор находятся останки наших княгинь, великих княгинь и цариц. Большинство людей уже забыли об этом. Они предполагают, что это резиденция нашего руководства, не более того. А это так, какой-то там маленький музейщик или что-то в этом роде. А это глобальная российская история. Как ни парадоксально, российскую историю во многом действительно определяли святые. Илья Муромский, Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Федор Ушаков. Сотни и тысячи имен наших великих предков навечно занесены в календарь Русской Православной Церкви. Это же была великая цивилизация. Вот то, что мы видим здесь. Вот эти храмы, гражданские постройки. Это же какие были люди. Я вообще считаю, что у нас в России есть прослойка населения, в основном это православные люди, которые живут и ощущают связь с исторической Россией. Вот эту сердечную связь с исторической Россией. Сердечная связь с нашим прошлым – это то, чего крайне не хватает современной России. Историю нужно знать и любить. И тогда примеры из прошлого помогут избежать многих ошибок в будущем. Мне кажется, что сейчас не существует понятия «советник по истории», например. Есть советники по культуре, наверное, может быть даже по искусству, еще по каким-то таким похожим, по экономике. А если не будет профессиональных советников по истории у руководителей государства, то они начнут совершать ошибки, которые уже давно происходили. Но именно желание поправиться, мне кажется, поправить эту ошибку привело к тому, что президент же принял решение о том, что этот год будет годом российской истории. И это очень правильное решение.